Между тем, на юге страны продолжает ощущаться дефицит ГСМ, в частности дизельного топлива, которое тысячами литров незаконно вывозится через границу. Как правило, сливают солярку грузоперевозчики соседних стран, в основном Кыргызстана и Узбекистана. Поставленный на поток теневой оборот дизеля привел к тому, что уже не первый год на границе скапливаются огромные очереди из фур. Наша съемочная группа отправилась в Туркестанскую область, где зафиксированы факты серво-нефтяного бизнеса. Подробности в специальном репортаже Тимура Сапара. Заполнены почти доверху. Дает на 100 литр. А где 300 литр, сказали? Где 300 литр? Нету. Сотни грузовых фур. Такая картина на автомобильно-пропускном пункте Атамикен в Туркестанской области днем и ночью 24 на 7. Именно здесь, на южных рубежах нашей страны, на границе с Узбекистаном, процветает серый экспорт дизельного топлива. Казахстанскую солярку вывозят тоннами. Этот КАМАЗ один из многих сотен грузовиков и фур, стоящих в многокилометровых очередях на границе с Узбекистаном. Стандартный объем бака для такой машины 450 литров. Однако здесь установлены с двух сторон общим объемом в 1200 литров. И они заполнены почти доверху. Это дизельное топливо было куплено по казахстанским ценам, но уедет оно в Узбекистан. И, скорее всего, будет перепродано. Дополнительные баки, как рассказывает водитель из Узбекистана, он установил в Шенкенте. Чтобы залить топливо на максимум, ему приходится заезжать на несколько АЗС. Пограничная служба, как уверяют их сотрудники, факты незаконного перевоза дизтоплива фиксируют, далее действуют таможенники. За последний месяц таковых было 15. От комментариев при этом они отказываются. Что интересно, за кадром пограничники признаются, что владелец одной из местных АЗС даже угрожал увольнением с поста, в случае, если они будут мешать иностранцам заправлять полные баки. К слову, пока мы снимали заправки, за нами тоже наблюдали. Граждане Узбекистана в случае их остановки показывают документы, где указано, что на машинах установлен дополнительный бак. Но какой объем не указан. Они давят на то, что это законно в их стране, и они всего лишь транзитные перевозчики. Но ведь у нас такие баки незаконны. Вот этот вопрос нужно решать в двустороннем порядке. В погоне за объемами водители ставят вручную сваренные баки, вопреки всем правилам техники безопасности, вплотную к колесам. Почти на каждой автозаправке очереди из грузовиков и самосвалов. По закону цена за литр для казахстанцев 230 тенгет, для иностранцев 450. На деле же бардак. Причем солярки для местных жителей, по словам заправщиков, зачастую нет. Но для иностранцев она каким-то образом появляется. Если я казахстанский номер сниму и узбекистанский номер поставлю, заправку заеду, за по 300 тенге они продают нам? Продают. Можно купить. А я не хочу, чтобы купить за 300 тенге за литр. Я не хочу купить. Я хочу купить, чтобы 230 тенге должен быть. Дают нам 100 литр. А где 300 литр, сказали? Где 300 литр? Нету 300 литр. Только 100 литров дают. Если есть, если нету, тогда не дают. Хоть умри, не дают. Заезжают на самосвалах, привозят там 1-2 куба гравер, выкидывают и обратно соляркой заряжают. Полный, патронный бак поставили и возят они. На одну из АЗС нам удалось снять факт незаконного разлива дизеля. На табло явно видно. Лимитом в 300 литров тут и не пахнет. В бак залили больше тысячи. Увидев камеру, охрана автозаправочной станции, недолго думая, напала на нашего оператора. Неадекватная реакция понятна. Под угрозой прибыль дистрибьютора, а те же узбекские фуры, клиентура постоянная и желанная. По данным аналитиков, компании IHS Market через границу из страны утекает минимум 300 тысяч тонн дистоплива. 150 тысяч потребляет реальный транзит, еще половина уходит для перепродажи. Одна фура может вывести от 1 до 4 тонн. Маржа серых контрабандистов достигает от 50 до 120 процентов. А это больше 140 миллионов долларов в год, отмечают эксперты. Тем временем ценовая разница из года в год становится слишком соблазнительной. К примеру, в России за литр солярки отдают 345 тенге, в Кыргызстане 390, а в Узбекистане все 500. То есть в 2,5 раза дороже. Выходит, что сколько бы казахстанские НПЗ не увеличивали производство дистоплива, его всегда будет не хватать для обеспечения растущего потребления внутри страны. Казахстанцы попросту субсидируют перевозчиков и производителей соседних государств, гонящихся за легкой наживой. Серый бизнес же поставлен на поток и пока не собирается просто так уходить с рынка. Ведь пока есть огромный спрос, будет и предложение.